МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Едва ли на земле найдется человек, которого Париж не смог бы покорить своей атмосферой и неизменными французскими завтраками. Увлечься Парижем очень легко, но гораздо сложнее его покорить. Но сегодня я иду в гости к Тамаре Гварцетеле, настоящей грузинке, которая смогла покорить Тбилиси, Париж и Москву. А, кстати, кажется, вон и она. Тамара Михайловна, здравствуйте! Очень рада вас видеть. Откуда вы идете? Очень здорово, что мы вот именно на улице встретились. Да, на улице. С репетициями. С репетициями. А как давно вы живете в этом доме? Я знаю, что вы выбирали его не случайно, а максимально близко к главным сценам нашего города, чтобы можно было пешком ходить. Это присутствовало подсознательно. Но если сказать по правде, конечно, это все благодаря Юрию Михайловичу Лужкову и Людмиле Ивановне Швецову. Они тогда были, как говорится, инициаторами, потому что понимали, что, наверное, творческий человек где-то должен жить в центре. И я, конечно, безумно благодарна, потому что в те годы это было так, это для меня был просто поворот судьбы. Слышала, что у вас здесь не только квартира, но и мастерская, да? Да, скажем так, лаборатория. Пиртажа, да, наверное. Да, конечно, рады кто. А что сегодня мы будем смотреть? Я бы вас хотела пригласить в квартиру, но у меня там такой ремонт идет. Ну, как-нибудь мы соберемся. Как говорится, сделано так, с грузинским гостеприимством, с Хакяпури, которое сделает моя мама. Но вот сегодня мы попадем вот как бы в мастерскую, если можно так сказать. Там, где есть что рассказать, что показать, и, наверное, тоже будет интересно. Отлично, тогда приглашайте. Пожалуйста, меня приглашают. Ну, пойдемте. Пойдемте. Родной город Тамары Гверцители – Тбилиси. Там она прожила до 32 лет, а в 90-м году переехала в Париж, который захватил ее на целых 4 года. Затем Тамара успела пожить и поработать в Нью-Йорке и Бостоне с целым туром успешных концертов по США. А в конце 90-х на тот момент уже мировая звезда решила вернуться на территорию бывшего СССР. Но только не в Тбилиси, а в Москву. Несмотря на то, что Тамара уже более 16 лет живет в своей любимой квартире в самом центре столицы, родной город она не забывает. Хотя бы пару дней в месяц непременно проводит в Тбилиси. Сразу хочу обратить внимание на этот портрет шикарный. Ну, портреты – это как бы сессия с Володей Широковым была. Было перед концертом как фото-выставка, и потом отдельно она путешествовала. И в конце концов пока она находится здесь. Там еще увижу у вас фотографии какие-то. И вы везде разные, Тамара Михайловна. Вы, конечно, просто трясающе выглядите. Расскажите, как это ваша мама, да? Думаю, что это очень удачная, теплая фотография, потому что, ну, угадала. Подобрать. Да, именно вот наши такие отношения, абсолютно чудные отношения матери и дочери. Самым близким другом для Тамары Гверцители остается ее мама, Инна Владимировна Коффман. А самый желанный гость в ее доме – сын Сандро, который в свои 28 лет получает образование в Лондоне и готовится стать доктором исторических наук. Тамара Михайловна, а как часто удается побыть дома и, самое главное, пригласить гостей? Я знаю, что вы очень избирательно относитесь к тем людям, которые вхожи в ваш дом, потому что это влияет на энергетику. Если плохие люди, то вы их, ну, стараетесь не приглашать. Гостей, конечно, мы любим. Это генетика, потому что мы стараемся их принять. Мама готовит самые замечательные блюда грузинской кухни. А кто ваши близкие друзья? Кто вхож в ваш дом? Ну, в Москве у меня, конечно, друзья. Может быть, соседи к вам в гости приходят? Вот кто живет здесь? С соседями я тоже дружу. Да? И это замечательно, потому что с соседями надо обязательно дружить. Это жизнь. И это написано даже в древнееверейском писании, что человек, выбирая себе дом, он получает вместе с домом соседей. Поэтому я считаю, что это очень такая важная и поставь для людей быть хорошими соседями. Увидела у вас там инструмент, и, может быть, вы присядете за него и споете что-нибудь для меня. Прошу, Тамара Михайловна. Так, спасибо. Что будете петь, играть? Не знаю, пока. Инструмент располагает к импровизации. Это детский звук. Это лучше. Воздушный поцелуй Как маленькое солнце Но все, увы, уйдут Кого не коронуй Люби, ревнуй, тоскуй Но музыка прервется И все, что остается Пам-па-па-па Па-па-па-па-па-па Воздушный поцелуй Спасибо Тамара Михайловна, такая честь Не каждому пел Тамара Михайловна Горцетели Тамара Михайловна, я знаю, что у вас здесь есть очень красивая коллекция вееров Да? Покажете? Да, скажу всем Это, конечно, малая часть твоей коллекции А сколько всего вашей коллекции вееров? Ну, можно сказать, что 47-48 А здесь? Ну, здесь малая часть, но очень важная А есть какой-то любимый? Вот с пёрышками, мне кажется, они очень такие Да, он где-то театральный, там, почему-то нарисовали нас Вас? Да С мамой? С мамой, да, вот это сами сделали И, в общем, как-то вот так Да, извиняю Очень красиво Ну, я слышала, что эта коллекция уже принесла вам удачу И после того, как вы начали вот коллекционировать веера Вам предлагали дважды роль в театре Дульсине и Кармен Да И, собственно, вы как раз с этими веерами там, да? Я была как бы, да, в своей тарелке Тамара Михайловна, очень вас прошу Научите меня обращаться с веером Я знаю, что это не просто вот так вот сделать А нужно как-то вот правильными жестами все это разбавлять Научите? Ой, знаете, меня... Я думаю, что вы, как молодая, красивая женщина Вы интуитивно, как женщина, поймете, как надо обходиться с веером Спасибо большое, Тамара Михайловна Просто ощутила себя сейчас Кармен Да Есть еще Я знаю, что у вас здесь есть еще и гардероб с вашими красивыми платьями, нарядами Прошу вас, покажите ваше платье Пожалуйста, с удовольствием Пойдемте Тамара Михайловна, вы славитесь своей любовью к роскошным платьям, особенно сценическим образом Я знаю, что с самого детства вашим имиджмейкером неизбедным являлась ваша мама Это правда? Да Мама потрясающая музыкальная, с потрясающим вкусом И всегда для меня незаблюден авторитет, конечно, мама А потом уже во взрослом состоянии, конечно, мама все время меня призывает, чтобы все было наилучшим образом Но вы и сейчас вместе подбираете сценические наряды? Мама старается не очень вмешиваться, но все равно первое, с кем я советуюсь, это мама Это платье мы... Я в нем выступала вместе с маэстро Мишелем Леграном И это платье как бы очень любимо Конечно, в платьях остается вот та музыка, которую исполняешь И, конечно, вот это не просто ассоциация Такое ощущение, что наполненная энергетикой той музыки и того человека, с которым ты вместе творил на сцене Поэтому я считаю, что... Но это если его не постирать А когда постираешь, наверное, с тем, что музыка из платья выходит Нет, тоже как бы стиральный порошок ни с чем не может справиться, кроме, как говорится, чистоты, естественно Но это не только ассоциация, это просто реально существует Вот такая застывшая музыка, как бы вот в этих нарядах, платьях, как назвать костюм, может быть Это все, как бы моя биография, это все связано с музыкой Голос Тамары Гверцители покорил Париж в 1991 году Когда она познакомилась с легендарным композитором и пианистом Мишелем Леграном Автором музыки к фильму «Шербурские зонтики» Гверцители и Легран заключили контракт, после чего состоялся концерт в Парижской Олимпии Легран, представляя Гверцители 3000-му залу, сказал «Париж, запомни это имя» Тамара Михайловна, я предлагаю попить, я уж не знаю, грузинский или не грузинский чай И поговорить уже на все эти темы более подробно Хорошо, пойдемте? Конечно Сейчас Грузия вообще стала очень популярным направлением И туда едут не только за вкусной едой, вином и гостеприимством, потрясающими видами Но и за знаменитым грузинским многоголосием Когда один мужчина вечером за столом начинает петь, другой подхватывает Это так красиво, что в 2001 году, по версии ЮНЕСКО, грузинское многоголосие было признано мировым шедевром полифонии Это правда? Да, я думаю, что, ну знаете, когда вот родился в этой атмосфере И с первой секунды слышишь это все И, конечно, я уже по-другому это расцениваю Но все равно это остается для меня одно из чудес света, которое присутствует в моей жизни И я просто счастливый человек, что я могу это понять, я могу это слушать, я могу этим наслаждаться И какой бы раз не исполняли мужской хор Вот грузинское песнопение, или городскую песню, или застолье, или это исполнение в храме Я думаю, что всегда это остается одним из чудесных явлений моей жизни И я просто становлюсь таким счастливым человеком, что я это слышу с детства И в моих жилах течет вот эта кровь Невозможно дать этому всему оценку какую-то Конечно, вот это такое сказочное звучание Откуда оно только взялось, никому не понятно Я думаю, что этот секрет не будет разгадан никогда И это замечательно, что никто это не выжжет понять Откуда это начинается, и вообще, как это появилось Это что-то такое, я думаю, что просто неземной красоты А вы слышали колыбельные наши грузинские? Они потрясающие Конечно, вот там же... Может быть, вы напоете? Пожалуйста! Кусочек коротенький Ну, коротенький кусочек И так далее мне Спасибо Ну, ваш голос для меня вообще какой-то магический, честно Что бы вы ни пели, будет у колыбельный или нет Он вообще у вас такой мелодичный Спасибо большое Вам спасибо Спасибо Тамара Михайловна Вот некоторые мои подруги, побывав в Грузии однажды Да Теперь мечтают выйти замуж за грузина Говоря о том, что грузины это вообще такие мужчины необычные Что лучше них нет вообще на этой земле вообще какой-то другой нации А другие говорят, что все мужчины в мире одинаковые И вообще неважно, какой они национальности, вот все одинаковые А вы как считаете? Рассудите их Я понимаю ваших подруг, потому что... Ну да? Да Конечно, Грузия, люди, природа, мужчины Горы, мужчины, да, море И все, конечно, это абсолютно такое пенящее состояние Я понимаю ваших подруг, поэтому не буду никак расцениваться Потому что это вызванные красотой страсти, которые именно могут так выразить женщины И ваши подруги, и зрелые женщины, и молодые женщины А просто влюбляются Нет, вы сейчас просто обижаете грузинских мужчин Я считаю, что это не мужчины, а вообще атмосфера Тому виной, вот эта вся красота вокруг, а мужчины вообще тут ни при чем Не, мужчины при чем, ну как Ну они же какие-то необычные, я понимаю Да, ну, наверное, моя мама в свое время, как говорится Именно это ее покорило, и навсегда она осталась в Грузии Тавара Михайловна, ну а к чему нужно быть готовой, если ты выходишь все-таки замуж за грузинского мужчину? Ой, надо быть к этому готовой Так Одно слово Надо быть готовой Что вы под этим понимаете? Ну что, научиться готовить к грузинскому кухню, я не знаю, стать покорной Что? Не знаю, наверное Но вы были трижды замужем, Тамара Михайловна, вам ли не знать? Ну, за грузинами я была один раз замужем Один же были, но рассказывайте За грузинами один раз можно ходить замуж А потом еще два раза выйти за негрузином За негрузином, да Это, как говорится, это абсолютно другая песня Это вообще все другое Потому что это сложное испытание Иметь мужа грузина Но это очень А вина творчеством Это не просто брак Это творчество Целое искусство Быть женой грузины Хорошо, давайте перейдем немножко к другой теме А то, что вам о мужчинах и о мужчинах Тамара Михайловна, а что в ближайших планах? Чем порадуете наших зрителей? Куда можно прийти посмотреть и послушать Тамару Гвардстелли? 17 октября в Кремлевский дворец Там концерт Будет гость мой коллега Мой замечательный партнер Александр Сафино Известный итальянский темер И, конечно, я очень волнуюсь Но я думаю, что у нас получится вместе с создателем Оказаться на короткое время В какой-то итальянской такой красоте Потом мы возвращаемся, естественно, в Москву Но вся красота, она исходит, конечно, от музыки От великолепной, гениальной итальянской музыки И вот в данном случае это будет часть нашего концерта Это не реклама, это просто краткое содержание Наша программа подходит к концу И, как всегда, в конце нашей программы Я предлагаю, ну что там предлагаю, наставим Героям пофантазировать вместе со мной Вот представьте, если бы на небесах Вам предложили родиться в следующей жизни В образе любого из известных мужчин От Александра Македонского до Аллен Делона, скажем Вот кем вы бы хотели стать? Моцартом Почему? Это не притазия У Аллен Делона гениально, но у него была несчастная любовь Я бы не хотела быть мужчиной с несчастной любовью Я бы хотела быть все-таки Моцартом Вот написал эти свои произведения И 37 лет ушел Но все равно он подарил мне, вам, любому человеку Он подарил свет, он подарил жизнь Он был счастлив, потому что Бог ему послал эти мелодии И у него была хорошая жена И он в любви был счастлив Поэтому писал все, что он написал И все, что он подарил Поэтому, конечно, я настаиваю быть Моцартом Хорошо, Тамара Михайловна, большое вам спасибо Спасибо Было очень приятно с вами познакомиться Я желаю, чтобы ваш концерт прошел успешно Спасибо большое Спасибо вам большое Ну а с вами была программа «Без церемоний» Тамара Гварцтель и Алина Шувалова Увидимся через неделю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому